Эту коллекцию поддельных билетов сотрудники Дон электроавтотранса собрали с начала года. Здесь более 20 фальшивок. Этот проездной документ транспортники называют универсальным. Он распечатан на цветном принтере и заламинирован. Валидация наносится на билетик, стирается вот так пальцем и все. Несмотря на все ухищрения, рано или поздно нечестных пассажиров выявляют, рассказывает Людмила Черненко. Штраф за поддельный проездной документ – 30 гривен. Уже порядка около 3000 штрафованных пассажиров. Если учесть по тому арсеналу, какой у нас есть уже с начала года, то пресекаем на месте. Сергей Панчеха работает контролером 10 лет. Отличить поддельный билет от настоящего для него не проблема. В троллейбусах, трамваях, есть механический компостер. Мы обращаем внимание на отчиск, комбинации дырок. В каждом поддельном составе разные комбинации. На маршруте номер 2 электронные компостеры. Обращаем внимание на бортовой номер, либо на монитор компостера. И по предъявлению пассажиров сверяем. Зачастую есть талоны предъявляют вчерашние, позавчерашние, которые компостировались. В день контролеры выявляют до 10 пассажиров с фальшивыми билетами. В основном проездные документы подделывают студенты, рассказывает Геннадий Лобань. С 6 часов до 12 мы работали. Выявлено 2, 4, 6, 8 поддельных документов. В чем это заключается? Ну вот это вот ксерокопия. Есть билеты, которые компостировались два раза. Электрическим компостером, как вот здесь, и механическим трамвале троллейбус. Есть билеты, которые не установлены на образце, он вот по такой величине, потом его обрезает и второй раз компостирует. Как рассказал контролер, в троллейбусах и автобусах ежедневно проводят рейды по выявлению нечестных пассажиров. Если у одного человека обнаружили более 10 поддельных билетов, об этом сообщают в милицию. Инга Лапикова, Андрей Горячев, Евгений Сысоев, Панорама.